Блогер Антон Буслов пишет, что Минтранс Самарской области в этом году вполне заслужил немного всенародной любви. Дело в том, что у нас восстановлено движение речного транспорта до четырёх пристаней. Из Тольятти снова начали ходить сюда в Усолье, а из Самары на пристань с село Винновка, Солнечная поляна и Зольная. Надо отметить, что маршрут на Усолье не обслуживался речным транспортом уже 10 лет. Зольная и Солнечная поляна на протяжении 8 лет. Пристань с село Винновка не работала 12 лет, добавляет автор поста. Блогер Александр Рыбушкин считает, что в Самарской области очень любят выдумывать всякие крутые регалии. Так, например, пишет автор, именно мы считаем себя крупнейшей нестоличной агломерацией в России. В Самаре находится самая большая площадь в Европе. У нас самый высокий на континенте ЖД вокзал. В Кенеле находится самая крупная европейская железнодорожная развязка. У нас есть Самара.ру, крупнейшее нестоличное региональное сообщество. Еще в Самаре играет единственная провинциальная команда, принимавшая участие во всех чемпионатах России. Сегодня я хочу вас поздравить с новой регалией. Куйбышевское водохранилище является третьим в мире по площади зеркала. Ура, товарищи, восклицает блогер. А блогер Павел Новиков напоминает, что в мае этого года должны были открыть комплекс «Динамо». Но так и не открыли, сожалеет автор. По состоянию на вчерашний день строительство «Динамо» продолжается, если так можно назвать. Все работы сводятся к тому, что три человека с одной лопатой медленно ходят по территории, а парочка охранников курит, глядя на них. Кругом бардак. Объект просто заброшен.